На РБК главные новости. В Сибири на Дальнем Востоке горят 2 миллиона гектаров леса. Дымом затянуло несколько регионов страны. Смог держаться во всех крупных городах. Его хорошо видно на снимках со спутника. Фотографии опубликовал Роскосмос. Дымки с запахом гари сообщают из Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Жители этих регионов запустили в Твиттере хэштег «Потушите пожары в Сибири». Он попал в топ-5 актуальных российских тем. Сразу несколько регионов Сибири на этой неделе накрыл густой смог. Вот это кадры из Красноярского края. В северных его районах с начала июля горит лес. Места труднодоступные. Работу спасателей осложняет погода. Сухая и ветреная. Датчики выбросов и загрязнений в воздухе шкалят, но режим черного неба здесь не вводили. Ранее в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщали, что пожары в Венкийском районе решили не тушить, так как это экономически невыгодно. Но и на этой почве жители Сибири потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири из-за лесных пожаров. Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Урала. Сегодня утром смогом окутало Тюмень и Тобольск. Фон распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край. Судя по карте пожаров, на востоке страны пылают десятки природных очагов. Ситуация осложняется тем, что некоторые из них просто не тушат. Раве гостё, привет, ребята! Слушайте, вот чиновники-то в России, весельчаки. Пожары в Красноярском крае решено не тушить. Невыгодно экономически. Вся Сибирь затянута смогом, Новосибирск стонет. Но пожары в Венкийском районе Красноярского края решили не тушить. Но зато, уточняют они, за пожарами постоянно следят. А следите от экономически выгодного, в отличие от тушения. Если сгорит нахрен Куюмба, дорого обойдётся отстроить посёлок заново. Всем здравствуйте! Меня зовут Николай Сальников, новосибирский журналист. Уже неделю наш регион задыхается от смога. Точно в такой же ситуации соседи, томичи, кемеровчане, алтайцы и, конечно же, красноярцы. На сегодняшний день общая площадь лесных пожаров в Якутии, Иркутской области и особенно в Красноярском крае приблизилась к полутора миллионам гектаров тайги. По сути, сегодня горят лёгкие Сибири. Это многовековые прекрасные кедры, лиственницы, ели, пихты и сосны. А сегодня нам говорят, что тушить Красноярскую тайгу – это, простите, экономически невыгодно. Вопрос. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину, Миллеру, Костину – это экономически выгодно? Костин из ВТБ получает 64 миллиона рублей в месяц или 2,1 миллиона рублей в день. В день Игорь Сечин зарплатой 13 миллионов долларов в год или 69 миллионов рублей в месяц или, кто же снова, хочется просто плакать, 2 миллиона 300 тысяч рублей в день. Алексей Миллер, он получит 17,7 миллионов долларов или 94 миллиона рублей в месяц, что равняется больше, чем 3 миллионам рублей в день. А может быть, строительство новой резиденции для патриарха Кирилла за почти 3 миллиарда рублей? У патриарха Кирилла появится личная резиденция под Санкт-Петербургом за 2,8 миллиарда рублей. Подряд засекречен. На сайте госзакупок указывается только заказчик и стоимость. 2,8 миллиарда рублей. В общем, духовные скрепы во всей красе. Это выгодно. Да вы там что в своей Москве, совсем уже здравый рассудок утратили? Мы, сибиряки, требуем незамедлительного начала полномасштабной операции по тушению наших лесов, задействуя все силы МЧС и Министерства обороны. Иначе есть у меня такое маленькое-маленькое предчувствие, что уже скоро настанет тот день, когда не могущество России будет прирастать в Сибирь, а возрождение России начнется с Сибири.